Давайте тогда начнем лекцию. Я просто хотела посмотреть, чтобы мы успели побольше посмотреть материалов. У нас сегодня лекция 8. И на прошлой лекции мы рассмотрели форму Е2, которая квазимодулярная. Ну, Ж2 или Е2. Это как раз Фурье, мы для нее записали, как домашнее задание, если я не ошибаюсь. Было такое, да? Для формы Ж2. Так, сейчас я найду, какая она там была. Помнит кто-нибудь или нет? Ага, вот. А, Ж2, давайте Е2 тогда сразу. Это Е2, это форма, Ж2, поделенный коэффициент, такой, что свободный член равен единице. Единица. И здесь будет, да, вот такая вот у нас получилась на прошлой лекции. Единица минус 24 сумма по натуральным числам. Ну, здесь будет сигма 1 от n. Помните, да, такое, что это за функция? Сумма по делителям. Ну, просто делители. Сигма 1 от n е в степени 2 при nz. Ну, понятно, определяем, когда мнимость z больше нуля, да, на верхней полуплоскости. Определяется такая функция. И мы в прошлый раз доказали следующее утверждение. Ну, для G2 от z или для Е2 от z. Давайте я напишу, как она выглядит, ну, для Е2. То есть от z плюс 1, Е2 от z, это то же самое, что Е2 от z. А от минус единицы на z. То есть мы хотели, чтобы это было похоже на что-то на z в квадрате, Е2 от z. Но там еще добавляется такое слагаемое. Сейчас, минуточку тоже. Минус 6 и z поделить на π. Вот. Это то, что мы доказали в прошлый раз. Да, ну, заметили, что Е2 от z, да, голоморфная функция на верхней полуплоскости. Вот. И... Да, вот такое свойство доказали. Вот. Давайте теперь вот, что мы сделаем. Помним, у нас это было, да, вот это все было повторение. Вспоминаем, что у нас была такая функция дельта. Это было Е4 в кубе минус Е6 в квадрате поделить на 1726. Это модулярная форма, проболическая, веса 12, да, а М12, ну... 1728, а может быть. 28, а может быть. Сейчас, минуточку. СЛ2 z. Может быть, 728, да. Вот. И у нее первый коэффициент был q, то есть она в бесконечности обращается в ноль. И... Там какие-то мы... Я не помню, выписывали, не выписывали, но там без проблем можно будет посчитать следующие там коэффициенты. И они там вот минус 24, q в квадрате, плюс 252, q в кубе, ну и плюс так далее. Вот. Вот такая вот форма. И давайте докажем сейчас теорему. Следующее, что на самом деле для дельта справедливо следующее произведение, следующее постеление в виде произведения. Ну, q мы выделили, а здесь произведение по натуральным числам единицы минус ку в степне 24 степени. Где q мы помним, да, это еф степени 2π и з. Еф степени 2π и миллионус? Ну, помните, чтобы вещественная часть, когда мнимая часть больше нуля, чтобы это было отрицательное число. Мы смотрим, что в верхней полуплоскости там ряд... Ну, функции у нас были гламма. Вот. Ну, давайте... Доказательства. Ну, доказательства, в принципе, понятно, как мы собираемся доказывать. Мы, во-первых, знаем, что вот наше пространство модулярных проболических форм веса 12, да, имеет размерность 1, да, как раз там дельта. Соответственно, мы хотим доказать, что вот это произведение справа, тоже модулярная форма, понятно, что она проболическое, веса 12. Ну, давайте это докажем. Вот. Ну, понятно, что если мы по действию, да, в правой части сделаем замену переменов z на z плюс 1, это то же самое и получится. Да? Понятно? То есть давайте вот эту функцию я напишу там f от q, да, f от q от z. А вот это f, вот эта функция, да, ну, давайте я иногда f от z буду писать, f от q от z, а от z плюс 1 равно f от z. Понятно, да? Потому что там экспоненты есть, только не два призы. Вот. Осталось доказать, как раз хочется доказать, да, хотим доказать, что у нас f от минус 1 на z, это z от 12 на f от z. И все, тогда все будет доказано, да, потому что две матрицы, которые переводят точку z в z плюс 1 из sl2z, да, и в точку минус 1 на z, они порождают все sl2z. Вот. Это мы хотим доказать. Давайте... Условия на бесконечность выполнены? Условия на бесконечность, и тут вообще в ноль упрощается. То есть у нас по условию на бесконечности это вот этот ряд по q, и можно его в нуле рассмотреть. Вот. Ну, голову, конечно, тут тоже все понятно на верхней пилой плоскости. Вот. Давайте мы теперь... Ну, вот это вот как раз попытаемся вот это доказать. Давайте мы рассмотрим... Ну, здесь произведение. Обычно берем лукарифм. Возьмем лукарифм. Возьмем лукарифм, натуральный. Ну и возьмем производную. Вот. Помним, да, если мы берем производную dq по dz, это то же самое, что мы можем взять производную... Чему это равно? На самом деле, мы можем взять производную по q, да? И, соответственно, нужно здесь на что домножить? Берем производную по q, да, по z это вот так. dq по dz. Да, dq по dz. Это, соответственно, 2π, да, соответственно, ну, умножим на q. То есть мы как бы возьмем производную по q, умножим на q еще на 2π. Сейчас, например, логарифм. Ой, да-да-да-да-да. 2... Сейчас, минуточку. d по dz от логарифма f от z, да? Это... Так. Ну, вот так. Вот. Ну, и давайте посмотрим, чему это равно. Ну, здесь берем производную по q. Берем логарифм, да? Это сумма логарифмов. Берем производную по q и умножаем еще на q. Соответственно, здесь будет 2π, да? да, да, потом будет q плюс сумма по всем натуральным числам. Вот здесь логарифм, вот это 1 минус q в степени n 24 степени. Ну, как бы это будет логарифм 1 минус q в степени 24. 24, 1 минус q в степени n идет в знаменатель. Да, да, и здесь будет минус еще. Минус n на q в степени n минус 1, но еще умножается на q на q в степени n, если я не ошибаюсь. Так у нас правильно получается? Вот. Правильно, да? Вот у нас так получается. Ну, вот такое вот выражение у нас получается. Вот. Ну и давайте теперь просто-напросто 1 минус q в степени n мы раз... Чтобы напоминать, это мы уже типа все написали. А что? Это уже типа все написали на производном алгоритме. Да, да, это можно написать. Вот. Ну, давайте мы тогда знаменатель, ну, вот эту геометрическую прогрессию мы разложим, да? Как мы уже делали. Ну, давайте здесь поставим минус до конец бесконечности. Вот это 24n на q в степени n, а здесь будет сумма по m от 0 до бесконечности q в степени mn, да? q в степени mn. Ну, и видно, если мы q в степени n можем записать в правую часть, здесь просто-напросто будет q в степени n мы сотрем. Ну, давайте я вот так, знаете, даже зачеркну просто и напишу здесь сумму по m от 1. Вот. И у нас получается это, если записать... А почему мы можем... А потому что я к в степени n умножила на вот этот ряд, где сумма по m от 0. Вот. И, соответственно, будет сумма от 1. Понятно? Да. Вот. Ну, и давайте тогда посмотрим, а вопрос-напросто здесь будет минус 24, да? Вот эта сумма от 1 до плюс бесконечности. здесь будет n или, знаете, как? Да. Ну, давайте так. m, n от 1 до плюс к... Так, давайте тогда, знаете, как мы напишем вот это? Новую букву, чтобы не путаться, чтобы прям совсем не запутались. Вот это произведение мы обозначим за новую букву. Давайте какая-нибудь буковка l, да? l. Это произведение, здесь q в степени l, q в степени n, это будет q в степени l. Вот. И тогда здесь будет, что стоит? Сумма по n, делящим l, n. Это как раз сигма 1 от l. Правильно? Да. Вот. Ну, и это как раз у нас, на самом деле, получился вот этот наш 20... Так, все правильно или нет? Сейчас я что-то не пойму. Вот этот справа, который сумма по n, это у нас ряд, да? Ряд для e2, q в степени l, сигма 1, да, для e2, z, правильно? Вот этот ряд, который мы получили. Да. Вот. Сейчас мы там еще на q в пыль, да? Вы знаете, тут только ошибка. Мы убирали логарифм q, единица на q, здесь вот... это как-то 2pi, и сейчас... Смотрите, вот здесь единственное, вот это, вместо q, нужно единичку записать везде, потому что мы когда берем логарифм q, производная, единица на q, умножаем на q, это будет просто 1. 1, 1, 1. То есть вот это все равно... Давайте здесь я напишу. 2pi... Ой, как-то... Не помню. Так, что-то у меня такое странное произошло. 2pi, 20. Так, не очень понятно. Ну, ладно. равно 2pi единица минус 24 e2 от z. Правильно? Сейчас, нет, почему 1 минус 24 e2 от z? Просто, что и е2 от z? Потому что, знаешь, главное... А, да, извините, да, просто минус e2. Да, спасибо большое, да, здесь просто e2. Да, да, да. Даже без минус единички разве нет, потому что у нас запись на 1 минус 24. Да, здесь, соответственно, это просто у нас получилось 2pi, да, и просто e2 от z вообще. Да, 2pi, e2 от z. Вот. Вот это у нас мы получили, да, что это 2pi на e2 от z, и это у нас была d по d z от логарифма f от z. И давайте мы поставим просто вот в эту формулу вместо z минус 1 на z. Посмотрим, что у нас такое получится. d по d z. вот используя вот эту формулу, которую мы только что получили, подставляем и получаем. d, так у меня куда-то все сбегает. так, значит, что у нас получается? Это, если производная, да, вот с такой функции, вот с такой функции, давайте я, знаете, как напишу, вот так вот даже, чтобы было понятно, и это будет вот что, это будет, понятно вам будет, что если я напишу, это полная производная слева, а здесь я напишу f, ой, логарифм только f, давайте так. Может, логарифм? Логарифм f. логарифм f в точке минус единица на z. Будет понятно вот так вот? И имеется в виду, если мы берем просто производную, как правильно, а потом выставляем. И потом еще нужно производная и минус единица на z и будет единица на z в квадрате. То есть мы берем, здесь написано понятно, что немножко как такие, чтобы обозначения были более понятны. То есть у нас стоит слева функция, мы берем просто производная по z. вот самая левая, крайняя. Ну и просто расписываем это как производная сложная функция. В общем, производная основа не монтированного, но мы их так как монтировали с выживающими. Да, вот. И, соответственно, это у нас будет равно единица на z в квадрате 2πi e2 вот минус единица на z. Мы представляем что мы знаем про е2 от минус единицы на z. Да, это у нас будет z в квадрате е2 от z минус 6 я только забываю, там где i, а где π. Помните там, что мы написали сейчас, минуточку, посмотрим. 6 и z поделить на π. Да, 6 и z поделить на π. Вот. Ну и давайте просто-напросто посмотрим. То есть здесь получается это 2πi e2 от z. π здесь сокращается со вторым слогами. Здесь z, ну, со знаком, значит, единица на z. Знак i в квадрате минус единица на 10 плюс. и 12, да, поделить, 12 поделить на z. и 12 поделить на z. Да, это у нас получилась вот такая вот формула, да. А с другой стороны это dpd z логарифм b под z плюс 12 поделить на z. Так, вот я не пойму, где это мы написали сейчас, dpd z. В общем, идея в том, что то, что тут интервиста можно переписать, как то, что это dpd z логарифм b. dpd z плюс 12 поделить на z отечественную ставку. Так, еще раз, мы это запишем, как d. dpd z логарифм b. Ну, давайте так, давайте dpd z логарифм, да, f. Так, давайте dpd z, только такое тогда полу, dpd z, dpd z, от логарифм, от логарифм, от логарифм, от минус. Нет, просто от z. Так, 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 подожди. В первую складаю, в первую складаю, что просто dpd z логарифм b под z. Ну, скажем, дай. Сейчас, я что-то Я плохо Перелистнула Мы получили сначала, что D по DZ от логарифма F от Z Это как раз Вот это как раз 2π, это D по DZ Я его ищу Логарифм F от Z Спасибо большое F от Z И мы вот такое получили выражение Умножить от Z в 12 Ну или прибавить 12 на Z В общем, чтобы справа произошла D по DZ от логарифма F от Z И здесь нужно плюс 12 поделить на Z Вот, что у нас получилось У нас Вот у нас что получилось Если взять то, что написано слева Логарифм F от минус единицы на Z Получается это D по DZ От логарифма F от Z Да, логарифма F от Z Я здесь не пишу, знаете, как еще скобочку F от Z умножить На Z в 12 Так, если Z в 12, да На Z в 12, правильно? Ну да, это будет правда Вот, ну получается, что Если у нас производные совпадают Значит, один логарифм Это другой логарифм Плюс какая-то константа Да, ну или F от минус единицы на Z Просто-напросто это F от Z на Z в 12 Умножить на E вот в этой степени С Да, и давайте вместо В точке Возьмем вот вместо Z Равно I Значит, что у нас получается F от минус единиц на E Это будет I Равно F от I На I в 12 И в 12 у нас чему равно И в квадрате это минус единица Минус единица в шестой Просто равно единице На E в степени C F от I у нас не равно нулю Помним, да, по определению Что такое функция дельта Получается, что у нас не равно нулю Поэтому отсюда просто E в степени C равно единице Все, то есть у нас получилось Что мы доказали Вот такое вот равенство Да, где есть инициативные единички Вот, ну и так как у нас Пространство этих Проболеческих модулярных форм Веса 12 Одномерно То мы как раз доказали это равенство Все Для Получили Так, ну и давайте Два сейчас несложных утверждения Так, порядок роста коэффициентов Коэффициентов модулярных форм Вот, ну давайте Ну, первое утверждение Вот, ну и пусть у нас Давайте мы, знаете, просто Вот что мы оценим Давайте просто-напросто мы оценим коэффициенты 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 Форм Е2 Е с индексом 2К Да? То есть это у нас Единица плюс какие-то коэффициенты Да? И здесь я напишу Давайте А Давайте так В любом случае Мы можем их Мы их просто знаем Да? То есть они сигма Вот у нас записано Были, да, сигма С индексом 2К-1, да, от N Ну, допустим, не И просто-напросто Там еще пропуская константа Там же еще 4К не видно А, там еще константа Да, давайте Ну, давайте вот так вот А с индексом Ну, тоже 2К, да, допустим Какие-то вот так вот запишем Вот И просто-напросто Мы оценим Вот эти сигма 2К от N Ну, они у нас Даже хотите По модулю Оценка снизу Это N Ой В степени 2К-1 И оценка сверху Будет Ну, давайте тоже напишу И происходит Какая-то константа Которая зависит от К Ну, сейчас мы даже Напишем Она тоже На N в степени 2К-1 Так как у нас Понятно, что у нас Как устроено пространство Модулярных форм Да, это линейные комбинации Вот таких рядов Там, которые произведение Да, дает Там Е4 Е6 Грубо говоря Да Мы берем произведение Или там Е в степени Е2К Берем какие-то Линейные комбинации И по порядку Да, константы Конечно, будут зависеть Модулярных форм От самой формы Но порядок Ее Порядок этих Коффициентов Он здесь Как раз Будет Написан Ну, по определению Просто-напросто Да, запишем Это сумма По д, делящим Н Д в степени 2К-1 Поэтому это понятно Что больше 2, чем Н в степени 2К-1 С другой стороны Если мы хотим Записать оценку Сверху Давайте напишем Так, что это Н в степени 2К-1 Нужна сумма Здесь Д поделить на Н В степени 2К-1 Ну, если Д прибегает Все делители Н То д на Н Тоже все делители Н прибегают То есть, на самом деле Здесь Можно написать Что это сумма По д, делящим Н Единицы На д в степени 2К-1 Ну, понятно Что это, например Ряд Вот этот Не превосходит Можно до бесконечности Написать По всем Нутральным числам Единиц На д в степени 2К-1 Ну, это Ну, понятно Число Если К Большое Близко к Единице Вот То есть, оценка У нас получилась Такая Ни все равно Д в степени 2К-1 То есть, по порядку Они себя Вот так В общем случае Да Как Н степень 2К-1 То есть, какая-то Константа Зависит от формы Понятно это или нет? То есть, в любом случае Если мы берем Модулярную форму Веса 2К То у нас получится Что ее коэффициенты По порядку Это Н степень 2К-1 А коэффициенты Зависит от формы Вот Второе утверждение То есть, К у нас там Типа какое-то Больше Ну, здесь у нас К больше Ночень 2К-2 А второе утверждение Это Если мы рассмотрим Форму Проболическую Ну, я напишу Весы К И рассмотрим ее коэффициенты То есть, у парболической формы На самом деле Коэффициенты Они растут медленнее Да? Видно У нас было 2К-1 И здесь К пополам Вот Сразу давайте отмечу Это была гипотеза И то, что серб доказал Что на самом деле коэффициенты по порядку К-1 пополам То есть, у вас знаменитая работа Олгебраическая То есть, говорит Что 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 М М Степень К-1 С-1 пополам Да Улучшение Такое Ну, это Большая работа Да Доказательства Доказательства Давайте рассмотрим функцию Ф Давайте Не Ф Давайте Фи Фи от З Это будет модуль Ф от З На Давайте Пишу Минимая часть З Минимая часть З В степени К пополам Сейчас давайте посмотрим Как пополам Пополам Так Давайте Первое Хочу сказать Вот что Что Фи от З Инвариантно Относительно Действия С-2 З Вот Ну Да Здесь У нас Давайте Просто-напросто Вспомним Ф От Гамма От З Это Цз Плюс Д Ну Степень У нас Здесь К Мы взяли К На Ф З Вот При этом Мнимая часть Гамма От З Это На самом деле Единица Поделить На Сейчас Минуточку Не единица Там Будет Ну Давайте Так У нас Там Что У нас Получается Тогда Фи От Гамма От З На самом деле Ну Вот Здесь Модуль Ф З З Смотрим Изменяется По Действиям Гамма Модуль Цз Плюс Д В квадрате Степень К Пополам Здесь Степень К То есть Как раз Сокращается То есть Мы получили Что У нас У нас Получается Понятно Что Можно Взять Нашу Фундаментальную Область И Даже Во-первых Какой-то Компакт Ограничить Во-первых Если у нас Форма Параболическая Значит На бесконечности Обращается Вновь То есть На бесконечности Ограничена Константы Здесь Ограничена Константы Здесь Ограничена Константы Так как Она Вариант Относительная Сf2z Получается На всей Верхней Половой Плоскости Ограничена Понятно? Отсюда Получается Что Модуль Фи От Z Не Превосходит Константы На Верхней Плоскости Ну и Мы Просто Подставляем Что Модуль Модуль От З Миную Часть Происходит Вот Этой Константы Модуль Ограничена Верхней Причем Ну и Теперь Мы Просто-напросто Возьмем наш ф и рассмотрим коэффициенты А Z у нас какое? Верхняя полуплоскость. Почему у нас ограничена константы именно в произведении? Потому что F от Z ограничена константы. Я согласен. Нет, F от Z ограничены. Вот я говорю, что... Почему оно сейчас? Потому что, смотрите... У нас же стремление экспоненциальное. Да, спасибо, что вы сказали. Мнимая часть Z – это полиноминальный рост, а на бесконечности F у нас имеет экспоненциальное убывание. Помните, что для любого C не происходит, если там минус 2P, какая-то C и минимая часть C. Да, спасибо большое. Вот здесь вот то, что я сказала, на бесконечности, когда мы отделились, здесь еще используем... Вот в этой области используем... в этой области – это ограничение экспоненциального убывания F. И теперь мы получили вот такое неравенство для любого Z. И теперь просто-напросто запишем... У нас вот есть ряд Курье для функции F. Давайте запишем оттуда по определению, что такое коэффициент аэнты. Аэнты – это будет, скажем, интеграл. У нас 1 периодическая. Ну, ряды до n, до единицы F. Ну, давайте я вещественную часть напишу вот так вот. Вот, x и у мнимой часть y. e в степени минус 2P, и... так... n, x плюс и y, и, соответственно, dx. Да, n-то коэффициент. Мы просто-напросто так записали. Ну, соответственно, оценим по модулю аэнты. И... здесь видно, что мы интегрируем по x. y можно взять любой. Давайте берем y, равным id на n положим. Честно, ну, на самом деле, должно быть, что, короче, f от z, и там тоже от z и по dz. Да. То есть, что он по кружески бьет. У нас сейчас просто он бьет... Получается, что как будто бы аэн формально от y зависит. Что? Ну, формально, получается, написано вот, что аэн вообще от y зависит. Потому что, ну, интеграл справа от y зависит. Да. Что еще? Интеграл справа? То есть, интеграл справа зависит от d, как написано. Да. Смотрите. Здесь мы вот вместо q, да, запишем, е просто е в степени 2pz. Ряд фурье. Да. Да? То есть, у нас изначально ряд фурье. Но здесь вот, по идее, вот z, z. Функция по z1 периодическая. Да? У нас z плюс 1 и f от z равно f от z плюс 1. Один периодическая. Да. Поэтому тогда коэффициенты можно... То есть, взять коэффициенты, когда мы считаем, мы можем взять f от z. Да? Ну, давайте тут. Смотрите. То есть, у нас возьмем просто интеграл справа этой единицы. Сумма по n в 2. а фурья в бутылок, поскольку лимфы на 2, я говорю. Это график. Вот так симпатичный бутылок. Вкойна к зу, вкойна к зу. Зу, она к зу, она к зу. Конечно, уйла к зу, она к зу. Это таки это таки, в походу под 0. Немного разумы получить. И у меня нет, но мне она не будет. Вкупу, вот, ну, вы знаете. Прекомлена к зу. А я здесь даже в этой теме, что вы понимаете. Мы просто разложили Брят-Фюрье один периодическую функцию. Если мы берем комплексную перемену, есть у нас функция f от z, то df по dz это то же самое, что df по dx, где вместо z поставили x плюс y и df, df по dy. Или вообще можно по любому направлению взять? Непонятно? Ну ладно, даже формально то, что правая часть от y зависит, а левая нет. Это смущает. Вот у вас есть функция f от z, z комплексная число, а где, например, z равно x плюс y, то df по dz, то df по dz, или вы можете взять, грубо говоря, df, я не пишу так, а x плюс y, df и… Нет, дождите, это неправда, что df по dz, что вот это неправда. Там же есть эти символы вертингера, из которых одно выражается через другое, ваше превращение, df по dz может по разным направлениям идти. То есть, ну… Сейчас, сейчас, сейчас… Там же… Ну, df, когда мы пишем произвол, то там же стоит некоторое выражение через… Здесь можно взять… Нет, то что d по dz и d по dx совпадают, это да, просто одно и то же. Просто наклоны у вас в отрезке прямой. Да. То есть, если мы интегрируем по отрезку, то разницы между дз и dx нет, потому что и dy – это равный случай. Ну, тогда… Не поняли? Нет, я понял. Непонятно? Нет, нормально. Вот. Ну и давайте возьмем выборк равно 1 n, и тогда у нас получается… по модулю an оценим, да, ну, давайте тривиально модуль f от x, вот, f от z оценим, это константа на y по модулю в степени минус k пополам, а y – это 1 n, то здесь будет n в степени k пополам, ну, с какой-то константой. Ну, и понятно, что вот это вот e в степени 2pnx по модулю единице, а e в степени 2pny – это e в степени 2p, получилась тоже константа. Сейчас, скажите еще раз, откуда n в степени переносим? n – это, вот, смотрите, вот последнее неравенство здесь вот, которое сейчас в рамочке… К на 12, да. Нима часть z – это y. Нима часть z – это y. И y в степени k пополам. Ну, переносим, делим на y в степени k пополам, получается модуль f от z, и происходит y в степени с константой s– это y в степени минус k пополам. и, интересно, гнал «ceор»-соответственно есть? Да, вот. Соответственно, я подставляю место модуль f, вот здесь вот я оцениваю по модулю. Модуль . Модуль f – это y в степени минус k пополам, а y в 1, это будет n в степени k пополам. То есть, чем y в 1, – это? Берем. Прям взяли. Любое. Дальше е в степени 2πnx по модулю единица, а е в степени вот это минус 2πn умножить на iy, это будет со знаком плюс экспонента в степени 2πny. Когда у 1n, то е в степени 2π. Вот какая-то еще константа, напишется один. Все, мы получили вот эту пооценку. Сейчас там, по-моему, будет 2πn делить на n. Это просто оценка. Так, е в степени минус 2πn умножить на iy равно е в степени 2πny. Подставляем сюда, будет е в степени 2π. Так, вот все, мы это получили. Давайте следующее. То есть мы все доказали. Следующее. Кроме того, что мы будем рассматривать модулярную форму, будем еще рассматривать квазимодулярную форму или кольцо, которое образовано... Кольцо квазимодулярную форму или... То есть это многочлены на С, которых от Е2, Е4 и Е6. Помните, да? То есть, что у нас, в принципе, все модулярные формы выражаются как многочлены от Е4 и Е6. Ну и, соответственно, добавим еще Е2, которые не модулярные формы, но квазимодулярные. Вот это кольцо квазимодалённых форм. Вот, давайте на самом деле посмотрим, что оно будет... Мы берем такую некоторую измененную операцию дифференцирования, и оно будет законно относительно вот этой операции дифференцирования. Давайте сначала просто, как мы до этого рассматривали, мы рассматриваем D, F, 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 F. Вот, вот это сейчас, чтобы не путаться в точке. Производная АЗ плюс Б поделить на ЦЗ плюс Д. Это у нас... То есть, если мы возьмем производную... Да, это будет... Помните, это... Прямо я считаю. А минус на ЦЗ плюс Б на Ц, это делить на ЦЗ плюс Д в квадрате. А вот здесь АЦЗ и АЦЗ сокращаются, а здесь АД минус БЦ, это на самом деле единица. По условию, да, что матрица из СССР 2Z. Получили вот такое выражение. Вот. А с другой стороны... Давайте воспользуемся свойством, что F у нас модулярная форма. И просто-напросто продифференцируем. То есть, во-первых, вспомним, это будет D по DZ от ЦЗ плюс D в степени К на F от Z. Ну и уберем производную. Это будет, ну, скажем, ЦЗ плюс D в степени К на DF в DZ, да? У плюс К умножить на ЦЗ плюс D в степени К на F от Z. Вот. Ну и давайте посмотрим просто-напросто, как, если вместо матрицы АЗ плюс B поделить на ЦЗ плюс D, возьмем матрица, отвечающая преобразованию Z в точку минус 1 на Z. Так, ну давайте запишем так. Давайте D по DZ от F от минус 1 на Z, да? Это будет. Это будет. Это у нас будет. будет. Давайте так напишем. Ну давайте здесь так напишем. это Z в квадрате. И это равно. опять-таки это Z в степени К на DF и Z. Z в степени К минус 1 на F от Z. Это Z в степени К минус 1 на F от Z. И вот давайте я сейчас это выделю. Просто сейчас еще раз перепишу на следующий слайд, чтобы я не буду. Так. Вот что мы получили. И давайте, знаете как, ну или пока так оставить. или сразу. Давайте так. Обе части разделим на 2P. Здесь я напишу на 2P. Здесь я напишу на 2P. И здесь я просто напишу на 2P. Вот. Это мы пока что просто используя свойства модулярности написали такое вот равенство. Вот. И давайте теперь на самом деле ведем такой оператор дифференцирования DK от F. Это у нас будет вот что. у нас будет DF по DZ. Вот это единица на 2Pi. И еще здесь будет такой довесок. А довесок у нас здесь будет минус K на 12 умножить на E2 и на F. Вот. Это называется производная сера. Вот. И давайте сейчас мы посмотрим, что на самом деле вот эта производная сера, она отображает декаты, да, пространство модулярных форм веса K в пространстве модулярных форм веса K. К? А? К? К плюс 2. Модулярные. Да. Вот. Давайте первое, что мы посмотрим. вот у нас есть форма F из МК, да, от SL2Z. Значит, и посмотрим на DK от F. Z плюс 1. Когда первое, от Z плюс 1. От Z плюс 1. Что у нас получается? от Z плюс 1. У нас есть ряды по Q. Мы там берем их производную, у нас ничего не меняется. Правильно? То есть просто-напросто это получается просто-напросто D, K от F. Да? Вот так. Вот. Вот. Давайте посмотрим DK от F от минус 1 на Z. Что это такое? Ну и давайте возьмем. Посмотрим. Вот. Просто по определению, что это запишем. Равно. Единица на 2Pi. Здесь будет. Давайте сразу, давайте сразу мы посмотрим вот это вот равенство, которое здесь вот сейчас я обвожу. И мы прям туда подставим. Давайте. Когда еще все нужно на 2Pi поделить. У меня сейчас пошло. Да, 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 да. Это здесь на 2Pi. Здесь нужно поделить. Вот так. Спасибо большое. Так. Давайте напишем. Это производная по Z, деленное на 2Pi в точке минус 1 на Z. И я подставляю. Давайте. Ну, давайте так. Сначала я напишу прям по определению. Да, минус K на 12, E2 от минус 1 на Z и F от минус 1 на Z. И подставляем туда. Вот вместо первого слагаемого мы смотрим вот на век. И прям подставляем, что у нас там получается. Видно еще в левой части делится на Z квадрат. Давайте на Z квадрате правой левой части умножим. Здесь будет Z в степени K плюс 2 на Z делить на 2Pi. И это я подставила, да. Потом будет со знаком плюс K, Z в степени K плюс 1, F от Z поделить на 2Pi. Это мы расписали первое слагаемое, правильно, по формуле, которая сверху. Дальше будет минус K на 12. F от минус Z. Модулярная форма веса K. Пишем это Z в степени K на F от Z. Правильно? И еще вместо E2 от минус 1 на Z подставляем это E2 от Z на Z в квадрате и минус 6 и Z, по-моему, поделить на π. И теперь давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Что у нас тут получилось. Давайте смотреть. Вот у нас, вот давайте, вот резерв в степени K плюс 2, вот такой множитель есть, да. Презерв в степени K плюс 2 есть такой множитель, вот этот минус K на 12. F от Z на E2 от Z, да, видите? Это как раз у нас получается DKF. Правильно? На Z в степени K плюс 2. Z в степени K плюс 2 на DKF. Это то, что я выделила. А дальше у нас получается, что есть слагаемое со знаком плюс, да, вот видно одно. Ну, давайте я прям перепишу, если не очень хорошо видно, на 2π. И остается еще со знаком плюс K на 12, Z в степени K плюс 1 умножить на 6 и Z поделить на π. Ну, Z в степени K, K плюс 1 есть, K есть. И единственное тут у нас получается, ой, только F еще потерялась, F от Z. Вот она, F, F, 6 на 12, то же самое, что 2, π в знаменателе, π в знаменателе. И остается, только Z тут уже нет, вот этого Z. Остается у нас, смотрите, здесь в одном и в знаменателе, в другом числителе. Ну, понятно, что они сокращаются просто-напросто. Видно, да, что они сокращаются? Все. Ну, вот таким образом мы как раз доказали, что вот, вот этот вот, ну, такой, такая производная сера, да, она переводит модулярную форму веса K, модулярную форму веса K плюс 2. Вот. То есть оно получается замкнуто относительно вот этой вот производной, вот это пространство, кольцо квазимодулярных форм. Вот. Это мы еще не доказали, да, мы сейчас как раз вот это. То есть мы сейчас доказали, что переводит. А давайте сейчас докажем утверждение. М с волной. М с волной. М с волной. М с волной от, как мы там написали, от Сальвозе, да. То есть это еще раз напоминаем вот это. Такое вот кольцо. Замкнуто. Замкнуто. Относительно, на самом деле, вот этой производной, которая, вот этого, давайте относительно оператора дифференцирования, ф-штрих, вот которая 1, 2 пи, дф, ну, нужно так написать. Дф по дз. Вот. И давайте докажем это. Ну, что нам нужно доказать? То есть нужно доказать, что? Да. Да. Вот. Вот. И на самом деле, давайте так, я даже здесь напишу тоже тожество, которое нам понадобится. Сейчас спросите, можно какой-то вопрос? Да. А почему бы тогда мне написать просто дифференцирование? Потому что, ну, мы… А. Можно. Относительно. Я просто подумаю. Ну, давайте так, в частности, у нас, вот если мы за штрих обозначим вот такой вот производный, да, с таким коэффициентом, тогда справедливо такие равенства. Е2 штрих, давайте я их перепишу. Так, Е2 в квадрате минус Е4 поделить на 12. Е4 штрих равно Е2 Е4 минус Е6 поделить на 3. И Е6 равно Е2 Е6 минус Е4 в квадрате поделить пополам. Вот. Ну, давайте сначала докажем последние два. То есть мы… Вот этот оператор производной серы с Д, да, с индекса К. То есть, если мы возьмем D4 от Е4, это на самом деле у нас что получается? Она принадлежит модулярной форме веса 6. Ну, аналогично. Да, там, D6 – это Е6, это у нас принадлежит пространству модулярных форм веса 8. Это мы знаем, да, и при этом мы знаем, как устроено пространство модулярных форм веса 6. Да, это какая-то С на Е6, да. А D6 на Е6 – это будет какая-то, ну, C4, да. С на Е8, да. Можно так написать. Или даже можно не Е8, а на… Потому что мы замкнут, если будем доказывать Е4 в квадрате. Вот. Это мы знаем, это мы уже доказали. Давайте теперь, ну, при этом знаем, что Е4 и там Е6 – это ряд Фурье, у которых свободные члены – это как бы единицы, да, это мы уже знаем. При этом вот эту производную, да, DF по DZ, деленное 2 Пи, но это мы уже сегодня считали, да, это по ДК можно взять, да, то есть если мы возьмем Е4 в квадрате, да, это у нас получается как раз просто-напросто Пу на ДЕ4 по ДК. Да? Да. Вот. Ну и давайте… Да, это мы знаем. Это мы тоже… Да. То есть получается, что мы знаем вот это, да, можем посчитать, да. Так, и теперь на самом деле… Давайте просто-напросто еще тоже запишем, чему равно D4, да, от Е4, вот по определению. То есть D4 от Е4 – это равно Е4 штрих по определению, да, Минус К на 12. Ой, то какая здесь будет? Минус 1 3. Минус 1 3, да, минус 1 3, умноженное на Е2 Е4. Вот. И при этом мы знаем, что это равно, да, это должно быть равно какой-то С4 Е6. Правильно? Да. А вот нам Е4 штрих нужно найти, то есть нам просто-напросто видно здесь, что нужно найти этот коэффициент С4. Но Е4 штрих – это, видно, ряд, который будет начинаться какой-то, ну, константа, на пул, плюс что-то там, да? Свободного члена здесь нет. А вот Е2 Е4 как раз обоначиваю минус 1 3, да, то есть отсюда С4 равно минус 1 3. Ну, и Е4 штрих равно, понятно, Е2 Е4 минус Е6 на 3. И это как раз нам нужно было доказать. Аналогично, да, аналогично доказывается равенство для производной Е6. Вот. Осталось посмотреть вот эту формулу для Е2 штрих. Ну, давайте сначала просто напишем по определению Е2 штрих и добавим просто-напросто Е2 в квадрате, ну, вычтем Е2 в квадрате на 12. Посмотрим, что это будет модулярная форма вес 4 и найдем коэффициент. Давайте напишем. Давайте сразу, я как уже сказала, что мы хотим доказать, что это будет модулярная форма вес 4, давайте возьмем вот эту производную, да, и потом вычтем Е2 в квадрате на 12 сразу в точке минус Е1 на Z. Е2 штрих от минус Е1 на Z. О, так, подождите. Только не Е2 штрих от минус Е1 на Z. Так, давайте напишем прям, чтобы не запутаться. здесь будет 1 на 2Пи, ДЕ2 на Z в точке минус Е1 на Z. То есть мы хотим вот это посмотреть? Минус Е1 на Z. Что? Минус Е1. Минус Е1 на Z, да? Вот, да, тут она есть. Давайте по точке минус Е1 на Z. Равно. Давайте мы просто-напросто, давайте я пока что вот так напишу, да, единицы. Давайте сначала напишу Е2 от минус Е1 на Z, чтобы было наглядно, да, это Е от Z, Е2 от Z на Z в квадрате минус 6 и Z поделить на Пи. Так, и давайте я здесь напишу. Просто-напросто подставляем. Давайте тогда так. Мы сейчас, знаете, как сделаем? Вот так вот и, если возьмем полную производную, еще умножим здесь на единицы на Z в квадрате, да? И подставляем просто-напросто производную единицу на 2ПиD на Z в квадрате плюс 2ZE2Z и будет еще минус 6I поделить на Пи. Правильно? То есть мы взяли левую часть того, что написано снизу, продифференцировали. Правую часть, а только я забыла поделить, здесь еще нужно на 2Пи. Здесь вот на 2Пи и здесь мы поделили и, соответственно, мы еще поделили вот здесь. Вот. И получилось, что в наших значениях Е2' в точке минус 1 на Z это будет Z в четвертый, E' в точке минус 1 на Z, и плюс Z в кубе в точке минус 1 на 2Пи. И, соответственно, здесь будет… так, если не ошиблись… 6I… 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 3… А, только еще, знаете, как… еще минуточку… Z в кубе написано, а здесь Z в квадрате, да? А, нет, здесь все нормально. Так, так, так. Z в кубе… Так, я запуталась. Нет, все нормально, да, вот здесь вот. Что у нас получается? Здесь у нас получается минус 3, да, делить на π в квадрате и на Z в квадрате. Умножить на Z в квадрате. По-моему, так. Да. Вот. И давайте просто-напросто… Вот к этому, соответственно, равенству мы прям вручную добавим… Посмотрим, что у нас нужно. Е2 в квадрате поделить на 12 в точке минус 1 на Z. Только со знаком минус. То есть, E2' с точки минус 1 на Z. И мы вычитаем… Е2 в квадрате в точке минус 1 на Z поделить на 12. Да. Ну, вот здесь это остается, то, что… Давайте прям переписывать не буду. То есть, вот мы это получили. И дальше еще будет со знаком минус. минус 1 на 12. Минус 1 на 12. Подставляем опять эту формулу, которая у нас выше есть. Да. Вот сейчас я в рамочку введу, чтобы ее было видно. Е2 от Z умножить на Z в квадрате минус 6 из Z поделить на π. И это все в квадрате. Так. И мы хотим, чтобы показать, что это модулярная форма веса 4. Значит, вот это мы слагаемое видим, да, соответствует вот этому умножить на Z в четвертый. Теперь… Давайте я тут распишу, да. То есть, это будет… Ну, 1 на 12, минус 1 на 12 я могу поставить. Е2 в квадрате, Z в четвертый плюс… Ну, так вот со знаком минус 36, Z в квадрате поделить на π в квадрате. И минус 12, и поделить на π, Z в кубе, Е2. Давайте посмотрим. Мы хотим, чтобы сократилось все, что нам не нужно. Это мы хотим оставить, вот это вот мы хотим оставить, да. Ну, а дальше здесь будет минус 1 на 12 на минус 36, Z в квадрате, деленное на π в квадрате. Выдает плюс 3, Z в квадрате поделить на π в квадрате. То есть, вот это сокращается с вот этим. Дальше… Вот 12, 12 сокращается, минус, минус сокращается. Будет плюс и π, Z в кубе, Е2. Ну, а там и в знаменательности тоже сокращается. Ну, и все. Мы как раз получили, что это… То есть, вот это все, это будет Z в четвертый на Е2 штрих… Так, Е2 штрих от Z минус Е2 в квадрате от Z поделить на 12. Вот. И это мы получили. Осталось только коэффициент данной… Нет, осталось только посмотреть, что это… То есть, мы показали, что это модулярная форма веса 4. То есть, это с каким-то коэффициентом Е4, да. С каким-то коэффициентом это Е4. Мы хотим показать, что этот коэффициент равен минус 1 на 12. И здесь понятно, свободный член здесь только у второго слагаемого, вот здесь вот, минус 1 на 12. Понятно? Или не очень понятно теперь? Нет. Не понятно? Понятно. Все. Тогда мы, получается, показали утверждение полностью доказано. Так, и теперь давайте сейчас, по крайней мере, начнем. Вот это ряды решеток. Они нам понадобятся не в самом начале, но позже. Значит, пусть у нас L, да, ну, ВРН – это решетка. Тогда вводится ряд для этой решетки, тета с индексом L. На самом деле, не что иное, как сумма по всем элементам решетки. И тут Е в степени ИП, ну, на скалярный квадрат. Вот, ну, какие-то примеры понятные, да, например, у нас есть, если у нас L – это Z, да, тут это ряд Z, чему равен такой вот суммы Е в степени ИП. Здесь у нас будет N, да. Хотите, ну, давайте просто от минус бесконечности, да, напишем до плюс бесконечности Е в степени ИП и N в квадрате. То есть если мы рассмотрим решетку, которая Z в Энте, да, тета Z в Энте равно… То есть здесь будет модуль вектора в квадрате, это сумма, да, там, X1 в квадрате плюс так далее плюс XN в квадрате. То есть на самом деле это у нас будет ничто иное, как ряд. Вот этот ряд для Z, да, в степени N, понятно? Вот. Честно, для Z это не надо какой-то эсцентом умножить? У нас же несколько векторов с инакой длиной. Вот в решетке Z там, типа, векторов с квадратным методом нет? Нет, это что-то неправда? Z, смотрите, Z, решетка – это у нас просто-напросто все целые числа. И здесь я написала сумму по всем целым числам. Да, это неправда. Вот. И мы… давайте так… Ну, давайте сначала мы хотим найти этот ряд для решетки Е8 и решетки личи. Помним, это D8 и плюс еще D8 сдвинутый на вектор 1, 2, 1, 2 и так далее. Ну, тоже давайте пример. Если у нас есть какой-то там решетка D2, да, это под решеткой Z2. Такие, что у нас сумма X это сравнимо с нулем по модулю 2, да? Вот. Тогда можно просто-напросто… Давайте попробуем записать вот этот ряд для этой решетки. Да, то есть сумма по всем… X1… Ну, X1 плюс X2… Я так напишу сравним с нулем по модулю 2. E в степени и π… X1 в квадрате, да? Плюс X2 в квадрате. А… Вот. Ну, смотрите, здесь просто нужно либо у нас X1, X2 четные, да, оба числа, либо X1, X2, они, соответственно, нечетные. Сейчас, ну… А какая разница X1 плюс X2 в квадрате? То же самое, что X1 в квадрате плюс X2 в квадрате плюс X2 в квадрате плюс Y2. То есть это… А там цель-пускейты четные числа. То есть это все время единичка. Получается бесконечно. Правильно. Там просто бесконечно что-то получается. О, конечно, еще идиничка. Знаете, я… Видите, я тут Z пропустила. E в степени и π Z. А! Знаете, сейчас вот это вот Z. 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 Спасибо большое. Угу. То есть это все от Z. Спасибо большое. Да, то непонятно вообще, что мы суммируем. Что за функции. Вот. И давайте посмотрим. То есть либо X1, X2 четные, либо X1, X2 четные. Да, оба нечетные. Ну, давайте так и напишем, да. То есть это сумма двух рядов. Сумма… Давайте так. Сначала просто напишем. Тоже по X здесь в целом. Но будем считать, что X1, допустим, четная. И X2 тоже четная. Четная. Это не прибегает значение 2X. И, соответственно, здесь будет… Соответственно, 4, да. Да, в. И… в степени… … … … … … … ... … … … Соответственно, аналогичная сумма по х, превращающим z, е в степени, ну, здесь теперь просто подставляем 2х плюс 1 в квадрате, да? Е в степени и пи z. Здесь напишу 2х плюс 1 в квадрате и все это еще в квадрате. Ну, вот просто-напросто по определению, что это такое, да? Мы просто пример записали. И вот вводится, давайте я прямо здесь напишу, можно такие ряд тета-0, скажем, тета-1, тета-2, но они обычно индексами более запутанными обозначаются, но мы давайте напишем тета-0, тета-1, тета-2. И здесь будет сумма по всем целым точкам. Это вот как раз ряд для тета-0, это для тета-z. И если его записать в виде q, q у нас есть в степени 2, пи и nz, да? То есть q в степени n в квадрате пополам. О, только, опять-таки, да, q в квадрате пополам. Это такой ряд тета-0, тета-1 такой же, но чередующиеся знаки. Ну, в степени х в степени х в квадрате пополам. А следующий ряд у нас будет просто-напросто по полуцелым точкам. q в степени х плюс 1, 2 в квадрате тоже пополам. Ну, пополам в том, что есть в степени и пи мы написали. Вот такие вот три тета-ряда вводятся. Вот. Ну и тогда, допустим, если можем посмотреть, как тета-ряд для решетки d2 записывается через вот эти ряды, да? Через вот эти ряды. Что у нас получается? Это число это q в степени 2 пи, да? 2, а в степени 2 пи и z, 2х квадрата. Что? Да, да, да. Да, а здесь... Ну, или ты даже знаешь, как я напишу так, 4х квадрат пополам, чтобы было... А вот это у нас будет q в степени 1, 2, да? И вот это вот 2х плюс 1 в квадрате. Да? 2х квадрате и 2х плюс 1 в квадрате, чтобы прям было видно. Смотрите. 2х квадрате. То есть и это все в квадрате. И это все в квадрате. Сумма почетна, чтобы получить из рядов тета-0, тета-1. Как мы можем сделать? Просто-напросто их сложить, правильно? Если мы тета-0 сложим с тета-1, то это будет сумма почетна. Вот только такая двойная, да? Как раз сумма. И у нас получается так. Нам нужно взять тета-0 плюс тета-1 пополам в квадрате. Это первая сумма почетна. Соответственно, сумма по нечетным. Это у нас что там будет? Вот это наоборот нужно, да? Тета-0 минус тета-1. Минус тета-1 пополам тоже в квадрате. Ну и получается в итоге... Что у нас получается? А тета-0 в квадрате пополам плюс тета-1 в квадрате пополам. Тета-0 в квадрате плюс тета-1 в квадрате. И это все пополам. Ну и тогда, на самом деле, если мы хотим записать аналогично тета-ряд для решетки dn, это будет тета-0 в степени n плюс тета-1 в степени n пополам. Ну, просто-напросто считается. Пополам, да, я написала. Так. Тут-то не так очевидно. Там же степени как-то раскроются. Там же больше страшных коэффициентов по той же логике должно быть. Разве и нет? То есть, если вот похожее отчисление проводить, там тоже, наверное, с похожим соображением будет тета-0, тета-1, тета-0... Ну, это форма включения-исключения, в общем-то. Ага. Вот. И это мы записали тет-ряд для dn. И давайте мы еще запишем, как раз, чтобы подойти к тет-ряду для решетки 8. Давайте запишем вот что. Давайте еще раз вспомним. То есть, dn я написала, что это такое, да? Что такое dn я написала. Мы сочетали двойственную решетку, это dn плюс сдвинутую dn на вектор 1, 2, 1, 2. И дальше мы смотрели... Ну, там мы детально смотрели как раз для размерности 8, или там как раз мы получали для размерности, может, которая сравнима с 4 по модулю... ...сравнима с 0 по модулю 4, получить одинаковое, ну, как бы, утверждение. Мы там про решетки доказывали. Если мы рассмотрим, ну, такое вот, на самом деле множество, изначально dn, и объединение, dn, сдвинутые на вот этот вектор 1, 2. Ну, давайте я напишу это как... Сейчас, скажешь, решетка Корпина и Золотарева. Сейчас, e1 плюс так далее плюс en пополам. Мы, на самом деле, помните, там доказывали для решетки Корпина и Золотарева, а потом еще в общем случае, когда n сравнима с 0 по модулю 4, мы получили вот те утверждения, которые там, ну, если обозначить решетку за гаммаин. То есть она решетка, когда... Она не всегда решетка, она решетка, когда n четная, она является целой, когда n сравним с 0 по модулю 4, и она является четной, когда n сравним с 0 по модулю 8. Вот. И мы получали, что вот в случае, если она там целая оказывалась, то есть если у нас n сравним с 0 по модулю 4, то эта решетка при этом гамма n двойственная, ну, самодвойственная. Мы ее вкладывали, помните, как бы в дн, вот, грубо говоря, да, и у нас там было вложение. Дн вложено в гамма-н, вложено гамма-н со звездочкой, вложено в дн со звездочкой. И там свойства вот это n сравним с 0 по модулю 4 можно использовать, чтобы вот это доказать. Вот. вот, и для тета-рядной решетки dn мы написали. Аналогично, без проблем, тоже записывается. То есть мы знаем, что dn со звездочкой, это что у нас такое было? Это zn, а объединение, вот это zn, сдвинутые на вектор, вот этот e1, то есть далее плюс n пополам, да, то есть это все точки из от n, плюс еще все точки, сдвинутые из от n. Тогда тета-ряд для решетки dn со звездочкой тоже понятно, как записывается, да, то есть это, во-первых, тета-ряд, ну, давайте сначала посчитаем точки, которые включены в решетку dn, это у нас будет тета-ноль в степени, тета... То есть мы чего мы хотим посчитать? Тета для гаммы? Сейчас пока, в принципе, мы хотим посчитать для гаммы, да. Тета-ряд для гаммы. Для dn со звездочкой какой у нас будет тета-ряд? Соответственно, нам нужен ряд для z в степени написать, правильно? А дн со звездочкой? Что? Это dn, она жмитная, dn со звездочкой, какая у нас еще? А, dn со звездочкой, вот я написала, dn, zn у нас получалось, и zn сдвинутый на 1, 2, 1, 2 и так далее, вектор. Вот, то есть давайте сначала посчитаем точки, которые в zn, это будет просто тета-ноль в степени n, да. И плюс нам нужен век, тета-ряд, у которых точки, да, сдвинутые, на целые, сдвинутые на вот этот век, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ну, это как раз у нас вот по определению ряд тета-2, да, видно? Тета-2 в степени n. Это вот тета-ряд для двойственной решетки gdn. Вот. Двойственной решетки gdn. Вот. И у нас, помню, да, то есть у нас на самом деле гамма-8, это наша решетка e8. Да, и давайте посмотрим, ну, хотим как раз посчитать тета-ряд для вот этой решетки, для гамма-n. Ну, это сравнение с 0 по модулю 4. То есть если мы хотим посчитать тета-ряд для гамма-n, опять-таки, точки с решетки dn, это у нас вот этот ряд. Тета-0 в степени n плюс тета-1 в степени n пополам. Так, это мы получили. И давайте теперь посмотрим, нам нужно вот эту решетку dn сдвинуть, да, на вот этот вектор 1, 2, 1, 2. То есть у нас получается, ну, давайте так, плюс сумма x1 плюс xn сравнима с 0 по модулю 2, да, по целым точкам. И у в степени 1, 2, здесь будет x1 плюс, ну, плюс xn плюс 1, 2 в квадрате, да. Вот такой вот у нас, на самом деле, по определению, вот этот ряд у нас получился такой. Так, и что у нас получается, да? Ну, здесь, опять-таки, нам нужно будет разбивать на два случая. На два случая, то есть, когда, например, x1... Так, давайте тогда так. Здесь, в принципе, нужно будет разбить на два случая. Скажем, x1 сравнима с 0 по модулю 2, и все остальные сравнимы с 0 по модулю 2. x1 сравнима, скажем, с 1 по модулю 2. И все остальные сравнима с минус 1 по модулю 2. Ну, давайте, чтобы сейчас не задерживаться, мы просто в следующий раз это делаем, просто-напросто мы получим... Сейчас в три точки поставлю. Это будет сумма всех. Плюс это 2 пополам. Надо будет, да, тут два случая тоже смотреть, и получим вот такой вот... То есть это будет это 2 в степени пополам. Все, тогда давайте на сегодня все. Нам еще осталось немножко теории, и в следующий раз уже начнем доказывать теорему. Продолжение следует... Продолжение следует...